Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сегодня я хочу посмотреть, как чувствует себя на сегодняшний день Шкода Т-45. Кто помнит, кто застал, было это буквально недавно, можно было пройти ивент и абсолютно-таки на халяву взять себе Шкоду Т-45. Я снимал стримы в несколько заходов и открыл себе данный аппарат. Поначалу машинка была прикольная, потом она стала менее прикольная, потому что их прям заполонило ими весь рандом. Но и сейчас Шкода Т-45 уже потерялась, да, то есть ее нет в таком количестве, как было раньше. И мне стало интересно, как эта машинка будет чувствовать себя сейчас. Я не буду говорить о технических характеристиках, прям вот сразу просто пойду в бой и поиграю на ней. Мне действительно интересно, насколько сильно она изменилась, насколько сильно поменяется ощущение от этой машины в игре. Вообще, в любом случае, ребят, халява, она и есть халява. Я всегда говорю, что лучше дайте мне бесплатно какой-нибудь не совсем годный танчик, чем не давайте мне вообще ничего. Но это мое мнение. Кто со мной не согласен, тот эту машину продал и, соответственно, просто обналичил себе монеты. Итак, поехали. Посмотрим, чего она сейчас может. Меня, честно говоря, когда машина появилась в ивенте, я вообще, как я уже сказал, люблю халяву. Но она меня очень сильно заинтересовала своим временем КД и частичной бронированностью, потому что броня у нее есть не везде, но она есть. И вот когда она появилась в ивенте и начала появляться в рандоме, игралась она, ну, я бы сказал, комфортно. Мне нравилось. То есть ты заезжаешь, ты откидываешь. Да, у тебя не супер какая-то там обалденная альфа, которой можно прям там всех разобрать, а бы было в кого стрелять. Существенным недостатком, я бы сказал, безумным недостатком данной машины является прям совсем унылое время сведения. То есть вот вы стоите, она все сводится и сводится и сводится. Но зато потом ты отбрасываешь довольно точной пушкой, пускай с не очень большой альфой. Так, пока суть до дела. Продавили. Продавили фланг, это не очень хорошо. Не знаю, чем дело закончится. Я так понимаю, что приятным навряд ли чем-то это будет все дело заканчиваться. Ну вот уже начало потихоньку прилетать в нас. Будем прятаться. Да, вот с таким сведением, честно говоря, только АТшников в кепку выцеливать. Прям, ну прям совсем-совсем. Так, кто там? Кто там? Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, как неприятно. Ну, я так понимаю, что в принципе сейчас будет нам до свидания делать. Боже мой, какой я везучий, но ненадолго я чувствую, ребят, это будет везение. Все для меня красные. Ну вот то, что я и говорил. Что радости маловато. Но давайте досмотрим бой, посмотрим, какие результаты машина показала в этом бою. И обязательно запрыгнем в следующую катку. Ну вот, что я и говорил. Субтитры сделал DimaTorzok. Итак, друзья, бой закончился. 1300 единиц урона, 1 фраг. Ну, в принципе, как бы не знаю даже, как это охарактеризовать. Что касается результативности. Мы в середине по урону. Что касается результативности по серии. 11 тысяч серебра. Как бы фармом особо не назовешь. Так, заберу подарочек. Ну, давайте запрыгнем еще в одну каточку. Посмотрим, что получится в ней. Вообще, я вам так скажу. Если вдруг разработчики раздают всем возможность абсолютно на халяву. Особо не напрягаясь. Да, там, то есть, каких-то там мега супер планок не поднимают. Для того, чтобы забрать какую-то машину на халяву. Как правило, эта машина, она не является имбовой. Но не будут всем подряд раздавать имбу. Что бы я подправил в данной машинке. И что бы я считал приемлемым. Вот, не трогать ее броню. Для того, чтобы она была вот с такой живучестью, как она есть. Но сделать ей нормальное человеческое время сведения орудия. И если сделать нормальное человеческое время сведения. Оставив ей такой же уровень урона за выстрел. Оставив ей такое же время перезарядки. Данная машина, она просто таки взыграла бы всеми красками. Она не стала бы имбой. Ну, прям однозначно не стала бы. Потому что все-таки подвижность и броня у нее остались бы на том же уровне. А значит, живучесть была бы та же самая. Но этим орудием им можно было бы хотя бы пользоваться. А так получается, что данное орудие с его временем сведения. Оно не то, что на дальних расстояниях неиграбельное. Оно неиграбельное даже на средних расстояниях. Вот если вы прям впритык к врагу подъезжаете. Тогда у вас есть хоть какая-то возможность в него шотить. Не дожидаясь полного сведения. И то, стреляете вы по большому счету исключительно на свое счастье. Либо несчастье. То есть, пользуетесь исключительно своим фартом. Или я бы сказал, рандомным фартом. Который вам прописан разработчиками. Ну вот как сейчас. Бросил просто наугад и пробил диверсанта. Как бы ничего удивительного нет, что диверсанта пробил. Ну вот ровно как и сейчас М4. Но по большому счету. На средних дальних расстояниях данной машиной делать практически нечего. Если у вас нет возможности нормально стоять. И там долгое время сводиться. А так, ребят. Вот поэтому, наверное, машина и была абсолютно бесплатная. Наверное, поэтому ее всем и дали возможность получить себе в ангар. Просто потому, что она не будет прям всех тут разрывать и нагибать. В целом, машинка прикольная. Машинка интересная. Мне она нравится своим временем перезарядки. Нравится своей точностью. Но, бляха-муха... Ну, не могу я сказать, что мне нравится отыгрывать на данной машине. В отношении, там, вот именно времени сведения. Уж больно уныло. Уж больно болезненно. Это все переживается. Да и прожить, честно говоря, весь бой на ней сложновато. Ну, такой он танк, который дали абсолютно на халяву. И на том большое спасибо разработчикам. Халяву я люблю. Итак, досматриваем бой. Посмотрим, чем он закончится. Я понимаю, чем он закончится. Но посмотрим, насколько хорошо получится сопротивляться у Хеллкета. Не получилось. Разобрали товарища. Жалко, конечно. Но молодец, что сопротивлялся. Отстреливался до последнего. Я таких люблю и уважаю. Итак, смотрим, что по результатам боя. Я думаю, что особо ничего прям мы там заработать не смогли. Урона нанести тоже особо не нанесли. 1200 единиц урона. Один фраг. По серебру с учетом према 24 тысячи. Если без учета према, то всего лишь 12 с половиной тысяч. То есть машина явно не для фарма. И второе место в команде по урону. Короче говоря, ребят. Я бы подсуммировал следующим образом. Я бы очень сильно задумался, теперь покупать ли эту машину, когда она появится, допустим, на продаже. Потому что сказать, что это имба, нет. Сказать, что фармит, тоже нет. Живучая, ну не сказал бы. Если отыгрываешь от башни еще хоть как-то, окей. То, что действительно приятно и прикольно, это время перезарядки и вот точность орудия. То, что очень неприятно, это разброс вот этот вот, который сведение в километр. Соответственно, разброс просто безбожный, если ты не свелся. В общем, отыгрывать ею надо исключительно лоб в лоб с противниками. А сходиться необходимо исключительно с легкими и средними танками. Тогда у вас есть хоть какие-то шансы. Против тяжелых танков у вас, в принципе, шансов нет. Тем более с, я бы сказал, незначительной альфой на своем уровне. Для седьмого левела у тяжа 210 единиц альфы это практически ни о чем. Это был абсолютно честный обзор Шкоды Т-45 с прошествием времени после того, как ее бесплатно раздавали в ивенте. Если вам нравятся подобные видео, если вы хотите видеть машины в руках среднестатистического танкиста без подкруток, без прикрас и не вырезанные бои, прям самые имбовые, которые будут пропагандировать вам, покупайте, покупайте обязательно, тратьте деньги. Подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал по желтому шильдику, ставьте колокольчик и вы их не будете пропускать. Спасибо вам большое за просмотр, абсолютно честного обзора. Всех благ, всего хорошего вам мира и спокойствия.